Астон, Эверест, Сан-Визуги, Этна и еще у нас отдельная марка «Готовим на Визуги». Семь постов, на которых производится сборка, сварка наших изделий. Чугунные бюджетные печи, самые простые, 6-мм чугун. Удаляем брызги, удаляем различный налет, заусенцы на трубах. И вот резной талькохлорид вот такой с узором. Смотрите, видите? Рассыгаем. Всем доброго дня. Сегодня мы приехали к нашему поставщику продукции Визуги. Это город Подольск. Александр, эксперт по продукции Визуги. Да, здравствуйте. Всех приветствую. Мы сейчас в той части нашей выставки, где представлена продукция Астон. Это бюджетные, в первую очередь, банные печи, которые изготовлены из стали, из нержавеющей стали. И есть модели, которые выполнены из чугуна. Это линейка, которую мы начали отрабатывать относительно недавно. Ей всего два года. Но она уже очень хорошо зашла в рынок. Она очень нравится покупателям. И самое главное, что она нравится пользователям. То есть тем людям, которые используют эти наши печи в банях. А вот здесь еще сразу вопрос. Астон, Визувий, еще какая-то третья, я помню. Эверест. Эверест, да. Это все одно под Визугием же, правильно? У нас есть компания Визувий, у которой, по сути дела, пять торговых марок. Астон, Эверест, сам Визувий, Этна и еще у нас отдельная марка «Готовим на Визувий». Это все, что нужно для готовки на открытом огне. Грили, мангалы. Вот вся вот эта тема – это отдельная торговая марка. Да, то я уже запомнился. Производство одно. Просто для того, чтобы обеспечить рынок самой разной продукции, в разных ценовых категориях, мы разделили это на торговые марки. Сейчас здесь мы видим в первую очередь продукцию Астон. Это банные печи, которые отличаются чем? Тем, что производственные они сделаны с помощью робота. То есть все эти печи сварены роботом-автоматом. Участие в сварке людей ограничивается только тем, что они наживляют в нескольких точках, потом все проваривает автомат. Это высокое качество шва, это высокая надежность шва самого, потому что ни пропусков, ни лишних наплывов, ничего нет. Печи сделаны максимально так, чтобы количество сварных швов уменьшить до минимума. Буквально на каждую печь, если брать корпус, то здесь всего получается один шов, второй, третий. И вокруг каменки четвертый. Если эта печь большая с двумя каменками, то будет пятый. Всего пять швов. Самое главное, что все это происходит очень быстро. За счет этого мы снижаем себе стоимость и можем позволить себе продавать эти печи по очень хорошей, интересной цене. Что здесь у нас есть? Это зольная камера снизу поддувала, здесь вставлены в двери вот эти отверстия. Здесь мы можем увидеть, как можно обыграть портал печи. 120, Марат Харьев подошел ко мне. Владимир Николаевич, 120 это очень жестко. А тому, кого парят, за счет пара, он как раз фиником нагоняет, что кажется, что там же вообще горит. Здесь вот рядышком с Астоном небольшая выставка или выкладка. Это еще одна наша торговая марка, Этна. Это бюджетные чугунные печи. Прям бюджетные, бюджетные совсем. Линейка очень небольшая. Буквально по три печи. Три печи с обычной каменкой, три печи с закрытой каменкой. Вот это с обычной каменкой, это с закрытой каменкой. Для того, чтобы получать немножко другой пар, немножко другую кондицию. Чугунные, бюджетные печи самые простые, 6-миллиметровый чугун. Ну, ничего плохого сказать нельзя. Ну, в общем-то, все сказано. Просто нормальные, хорошие печи. Вот здесь, если мы посмотрим, вот этот длинный ряд, который перед нами, практически все это печи Везувий. И с одной стороны, и с другой стороны. Значит, с этой стороны начинаются стальные и печи с навесными баками. То есть, изгреется за счет того, что он приставлен? За счет того, что нагревается печь, в баке нагревается вода, которую можно использовать для мытья, для каких-то процедур. Ну, вот это печи в кожухе. Здесь представлены, здесь особо новинок нет. Здесь уже хорошие, отработанные, надежные конструкции, которые много лет. Одна из первых конструкций – это «Оптимум». Это вообще самая бюджетная печь, которую только можно придумать стальная. Вот можно сказать, что наши стальные печи начинались с нее. Вот она сейчас… Это какой стоимость? Да, сейчас в пределах 10-12 тысяч стоит 14-киловаттная печь. То есть, это полноценная печь для сауны, для бани, но при этом она имеет вот такую ценовую характеристику. Лава чем отличается? Тем, что она в кожухе. Вот, то есть, здесь камни закладываются не в сетку, а именно в кожух. В верхнюю часть, у нее больше конвекция, она быстрее прогревает парную. И еще у лавы есть такое отличие, что вот стоит эта модель, есть съемная дверка, и на ее место нужно ставить газовую горелку. А экран для чего? А экран для того, чтобы стену, то надо пройти. У меня здесь предбанник. А там проход парная. И для того, чтобы это все было красиво, проход, она вот газодровяная, как мы ее называем. Пока, если я знаю, что мне газ скоро проведут, я покупаю такую печь. То есть, работаю сначала дровами, потом снимаю дверку, устанавливаю туда газовую горелку, и она у меня работает. Горелку тоже вы производите? Горелка у нас есть в ассортименте, мы ее продаем, но это не наше производство. То есть, готовое решение есть, грубо говоря? Да, готовое решение есть. Ну, вот опять-таки, да, это скиф, тоже стальная печь, но уже, видите, дверки такие поинтереснее. То есть, это, скажем так, если лава и тем более оптима, это прям эконом вариант, то скиф это уже что-то такое более интересное, более на вид даже богатое. Ну, вот знаете, мое внутреннее впечатление по этому отверстию, которое в топку, задают вопрос, зачем такую большую дверь ставить на такую печь? Здесь обзор мы такой получаем, а по факту видим огонь небольшой. Ну, вопрос-то на самом деле заключается даже не в этом. Вот, если бы я, допустим, брал себе, я бы никогда не взял печь такого класса с такой дверью. Почему? Потому что, кроме того, что вы указали, обзор маленький, а стекло большое, вот за счет этой, за счет конструкции тоннеля, стекло будет коптиться больше, чем стекло узкое, маленькое. Вот, но запрос такой есть, люди хотят большое стекло, и не важно, что там будет вдали огонек маленький, но стекло большое, чтобы это смотрелось внушительно, чтобы это смотрелось красиво. Конечно. Вот наши облицовки для банных печей. То есть, вместо каменки, конечно, решение, которое стоит денег, но оно того стоит. Это натуральный камень, это плита, готовая уже облицовка. Сюда, вовнутрь, камешки заложили. Снаружи нет никакого излучения вредного. Сама нагревается очень медленно, но очень равномерно. И парную прогревают очень равномерно. То есть, здесь можно закрыть полностью, чтобы мы тепло, грубо, оттомили, да, там камень? Да. Оно максимум, оттуда, когда нагреется? Нет, оно в эти щели заходит, а выходит через эти отверстия. То есть, вот эти отверстия, конвекция присутствует, но она очень слабая. Мало того, здесь у нас просто в зале нет, есть заглушки, которыми даже эти отверстия можно заглушить. Да, здесь получается, да, камень, так скажем, температуру поднимешь, но единственный минус, что печь может быть себе прогреть. Ну, это да, точно так же, как и в кирпичной обкладке, риск, конечно, повреждения печи. Но то, что называется, не надо режим столевара включать, и все нормально. Ну, согласен, то есть, надо приучаться к культуре. Это талькохлорид, это вот такой вот пероксинит элит, он такими перышками, это брашированный камень. То есть, так же, как брашируют древесину, более плотные участки, они вот темные, а более светлые участки, это те, которые выбирает машинка. Вот такой же пероксинит, но полированный, видите? То есть, он кажется, что это другой камень, на самом деле, это один и тот же камень в разной обработке. Вот это наша буквально новинка, которая, наверное, месяца три-четыре. У нас это резной талькохлорид. Сейчас он стал очень популярным. Вот это резной талькохлорид в виде таких вот прям целиком резных плиток. И вот резной талькохлорид вот такой с узором. Смотрите, видите? Цветы всякие, да, просто, ну, в бане смотрится очень классно. Вот это вот, ну, это просто печь, легкий пар-профи. Она чем отличается? Что верхняя часть вот эта, это все каменка. Чугун, каменка? Каменка, да. Сюда входит 60 килограмм камней. Так, а как он закладывается? Закладывается, вот снимается вот эта часть, снимается. И сюда закладывается камень. А греется еще чего? То есть, дымоход не греет? А у нас топка вот здесь. Вот понятно, тут посередине труба идет, или как он? Нет, труба не идет посередине. Там каменка. Но она по-чистому же? Да, 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 она по-белому. Вот, то есть, внутри ее расположена каменка, тоже из чугуна. И, соответственно, дым, получается, идет вот так обтекает каменку со всех сторон и уходит в трубу. Талькохлорид, только более темный такой оттенок, очень красивый сочетание гладкого и рваного камня. Это пероксинит тоже с рваным талькохлоридом, с украшением. Это пероксинит элит, как я уже говорил. Вот они такие разные порталы. И, кстати, это один из видов, потому что есть и другие модели. Сейчас еще очень большим интересом у покупателей пользуются комбинированные кожухи, когда каменные плиты вместо металла используются. Это тоже талькохлорид уложенный. Здесь он, по-моему, троечка. Стоит хорошо так. И вот эта модель легенды, она еще чем отличается? Тем, что у нее есть регулировка конвекции. То есть, как можно полностью заглушить, так и... Да, конвекцию можно остановить, и конвекцию можно дать на полную мощность. То есть, в зависимости от того, что я хочу. Когда я только прогреваю парную, я открываю, у меня идет хорошая конвекция, сильный нагрев воздуха. Когда у меня там до 40-45 поднялось, я зашел в парную, закрыл для того, чтобы не перегревалась парная, но в то же время, чтобы нагрев был постоянный. Легенда ретро. Вот она в разрезе стоит, вот она такая. Это одна из первых моделей скорлупок, так называемых, чугунных печей, которая действительно завоевала рынок. 10-миллиметровый чугун, очень надежная, отработанная конструкция. Печи служат по 15-20 лет только в путь. Сейчас мы начали прям банными аксессуарами заниматься очень плотно. Различные вешалки в различных декорах. Вот декор «Русский лес», он у нас вообще сквозной. Есть грили с декором «Русский лес», есть дровницы, есть наборы аксессуаров, там кочерка, совок, метелка с декором «Русский лес». И плюс вот различные вешалки для декора бани. Значит, линейка «Эверест» тоже очень хорошо показала себя. Это «Эверест» чугунный, это «Эверест» из обычной стали и «Эверест» из нержавеющей стали. Значит, до 60-кубовой парной, от 18-кубовой до 60-кубовой парной мы можем обеспечить паром с помощью этих печей. То есть в общественной бане их такие небольшого габаритета? Да, 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 да. 44-60 можно установить. Везувевский большой, очень широкий ассортимент электрокаменки. От 3-х киловатт и до 12-ти киловатт. То есть в парную от 4-х кубических метров, это туалет в квартире, ну, хорошо, в ванной в квартире стандартной, и до 18-ти кубических метров, то есть это уже достаточно полноценная такая парная. Можно одной или ставят какие-то еще догреватели? В принципе, нет. Если нормальную рассчитанную по кубатуре и взятую по кубатуре, то никаких догревателей больше не нужно. Хватает вполне. Это отопительные котлы для организации водяного отопления. Для дома, да, получается? Да. То есть это для дома. Мы ставим где-то в подсобном помещении котел, проводим к нему воду с обычными радиаторами, топим, вода греется, в доме тепло. Литье. Значит, вот здесь вот, пожалуйста, конфорки. То, что называется всех видов. Плиты, плиты. Вот. Отдельно конфорки, естественно, самых разных размеров, самых разных типов размеров. Это чугун. Мы преднамеренно делаем конфорки вот такие. То есть неровное дно у них, одно вот с такими наливами, наплывами. Почему? Потому что теплоэффективность выше. Они нагреваются гораздо быстрее. Площадь поверхности больше. Площадь поверхности больше, да. И тепла они держат в себе больше. Соответственно, больше передают тепла. И в отличие от многих конкурентных, вот если вы посмотрите, все это обработано на токарном станке. Это дверки самые разнообразные. От простейшей ДТ-3, ДТ-4. Это прям самая классика. И с различными, со стеклами, дверки для духовок. Со стеклом, без стекла. В стекло может быть встроен термометр. Да, здесь просверливаются отверстия, устанавливается термометр. Это одна, у печников, это одна из самых любимых дверок. 205-я, с хорошей подачей, с регулировкой подачи. Вторая любимая дверка, это 236-я, где, вон, сняли место дырка от нее. Это ДТ-2, поддувальные дверки, прочесные. Откуда вообще это пошло? То есть, это же СВТ, получается, раньше было, правильно? По крайней мере, аналог взят оттуда. Сейчас ситуация такая, что, насколько я понимаю, все аналоги друг у друга аналогичат. Потому что часть конструкции явно с зарубежных аналогов, она смоделирована. Часть конструкции с каких-то наших отечественных. Потому что, допустим, дверки ДТ-4, они были, я не знаю, во времена царя Гороха. Это были первые серийно выпускаемые дверки, причем не у Везувия, а вообще. Это ДТ-3. ДТ-3, ДТ-4, да. Да. Она ДТ расшифровывается. Дверка топочная. Третьего размера и четвертого размера. Это еще Советский Союз, еще с тех времен. Ну, а все привыкли печеньки, они уже знают, что тройка, значит, там три кирпича, четверка, четыре кирпича. То есть, это же отсюда, от стандартов кирпича все пошло. Это вот, видите. То есть, поэтому сказать, что откуда это, откуда это, ну, у нас, допустим, уже, например, в Астане все дверки нашей разработки вообще, прям вот с нуля, то, что называется, да. Да, я почему спросил, потому что, ну, так скажем, мы СВТ раньше занимались, и получается, когда появились первые дверки, то есть, сразу был вопрос, почему СВТ стоит столько, а вот есть аналог в два раза дешевле. И ты начинаешь там голову ломать, а потом, да, узнали, что Везувий стал... Везувий, да, ну, во-первых, мы в целом зачастую дешевле даже отечественных аналогов за счет литейного производства. То есть у вас... У нас полуавтоматическая линия, и себестоимость литья получается ниже, чем литье, когда это делают в обычной эпоке, когда это делают люди. Прямая классика. Вот, если я делаю камин в техно-стиле, в минимализме, да, там, печь или камин, неважно, вот это прям замечательное решение. В Нижний Новгород ездили, я вышел на сцену, нам дали время для презентации, слет печников. Вече? Да, вече. Я говорю, Везувий, все, то есть нет людей, которые не знают, нет людей, которые не сталкивались. Сейчас оно уже вошло в популярность. Мы хорошо его продаем, то есть есть спрос на это литье. Сейчас мы поедем на производство, посмотрим, как производятся печи. Ну, скорее всего, не все, а там определенные линейки, там, как роботы работают. Да, вы увидите Астон, вы наверняка увидите сборочное производство, где собираются банные печи Везувий, вы наверняка увидите сборку печей каминов, можно посмотреть дымоходы, которые тоже, кстати, наша тема, и тоже есть сборка металлических дымоходов стальных. Что еще? Вы увидите вот это вот обилие, к которому мы по времени не успеваем дойти, готовим на Везувий. Мангалы, грили, печи садовые, печи такие, печи сякие, чугунные. Вы увидите склады наши огромные, и вы познакомитесь с нашими лучшими работниками, с нашими любимыми директорами. Я думаю, что вам будет там очень интересно. Хорошо, спасибо, Александр. Спасибо вам за то, что вы к нам приехали. Спасибо зрителям за то, что посмотрели эту часть ролика. Ну, а дальше, Максим, на производство. Хорошо, ладно. Путь. Сегодня мы приехали на производство печей Везувий. Находится оно в Тульской области, город Олексин. С Сергеем Анатольевичем Егериным сегодня мы пройдем по производству. Это начальник производства, правильно, Сергей? Совершенно верно. То есть пройдем по производству, посмотрим, как изготавливаются печи Везувий. Это не все производство, то есть сейчас это один из узлов, как я понимаю, правильно? Да, это... И мы проедем по разным локациям. Совершенно верно. Мы сейчас находимся на старой территории предприятия Везувий, которое было организовано чуть более 15 лет назад. Сейчас мы с вами пройдем на заготовительно-сварочный участок, где мы посмотрим с вами работу лазеров, работу гибочных станков, сварки и упаковки. Ну, а дальше пройдем на участок изготовления металлических печей и каминов. Сейчас мы прошли склад продукции, которую, получается, выполнены в чугунах. Правильно? То есть что здесь? Да, это заготовки для чугунных печей, это заготовки для чугунных дверей, комплектующие, колосники, зубы, которые вкладываются в наши чугунные печи. Это минимальная часть, которая сейчас здесь находится. Она используется практически каждый день в основном производстве и постоянно пополняется, поступает к нам с основного склада, который находится здесь, рядышком. Мы сейчас находимся в цехе подготовительном. Заготовительный сварочный участок. Здесь у нас установлены два станка лазерной резки, где режутся практически все детали для каминов, для котлов, для докопленных. Заготовительные, скажем так, детали – это заслонки, различные крючочки, усиления, которые требуют более точного соблюдения размера. Лазер позволяет резать металл с точностью до 0,1 мм. Поэтому здесь сразу делается заготовка, подеваются, вырезаются отверстия, наносятся наши логотипы на некоторые виды изделия. После чего с станков лазерной резки часть деталей направляется на два видачных станка, на которых происходит гибко детали в размерах. Часть деталей остается в первозданном виде после резки, и после чего это отправляется на участок сварки. Основные все детали уже заложены в программу данного станка. Есть задание сменное. Когда оператор получает это задание, он выбирает необходимые детали и производит резку заготовки. То есть эти все заготовки как раз отсюда из лазера получаются, да? Да, все заготовки складываются на палет. Допустим, это изделие, это каминная топка, или же это печь. Складываются все детали, комплектуются на палет. Пока он в листе не скажет, что камин. Да. То есть получается максимально надо прийти к одному стыковочному шву, да? Правильно я понимаю? Да, то есть это вернется, а дальше, да, чем меньше шлоп, тем меньше будет деформации. Поэтому стараемся подбирать, скажем так, режимы, такие, чтобы это было оптимально и использовать это уже в производстве. Это стеллаж для более мелких деталей, которые используются у нас при сварке, сборке металлических дверей. Это задвижки к ним различного размера, поддувальные, как сверху, так вот нижние. Все это складируем здесь, а дальше уже сварщики используют вот эти все детали при сварке изделий. Сейчас мы подошли к гибочному станку, на котором производится гибка деталей, как из черной стали, так и из нержавеющей. Настройки станка позволяют гнуть 7 операций одновременно, то есть забивается пошагово в угол гиба, размер. То есть он автоматически передвигается? Да, есть команда, да, автоматически отодвигается упор. Если есть необходимость, делать сразу несколько гибов. То есть производится сначала первый гиб, дальше упор отъезжает, делает второй гиб. Под любым углом, который необходим, все это здесь прописывается в его, скажем так, обеспечении, после чего это все настраивается, все гнется. А еще вот с этими деталями что-то делают? После этого варивается, как зуб-подбойник, идет у нас на камень, на гибриджавеющий зуб-подбойник. Лайзером обработали, загнули, далее пошли уже сварочные работы? Сварочные работы, да. Вот у нас есть сварочные посты, 7 постов, на которых производится сборка, сварка наших изделий. На данный момент в нашей печи АОГТ Везувий, в сваренном варианте. Здесь же сейчас происходит сварка другого аппарата АОГТ-00. Это трубы, которые используются для конвекции воздуха. Труба 76, толщина 3 мм. Загибает ведь здесь же? Да, вот он станок, дорновый трубогиб. Один станок у нас под 76 трубу, второй станочек у нас под 57 трубу, 57 на 3 толщиной. Соответственно, чтобы не менять оснастки, у нас два станка настроены под два вида труб. Здесь же вальцы, у которых делаем дымоход к ним, вырезанный на лазере, мы его скатываем в кольцо, после чего сварщик будет приваривать. Сейчас работник катает защитный кожух для печи АОГТ, боковые стенки, которые у нас сейчас уже готовы и лежат. Здесь же лежат передние и задние панели от печей отопительных АОГТ. Весь комплект сварщики перевозят в себя на пост, после чего происходит сборка в кондукторах, которые у нас стоят, в зависимости от модели печи. А, ну то есть у него есть какая-то форма, куда он складывается. Трубы устанавливаются в шаблоны, прихватываются. Да, конечно. То есть они устанавливаются у нас в шаблоны. То есть вот этот шаблон, куда вот эти все трубы вставляются. Да, прихватывается, потом это все вытаскивается из шаблона и уже обваривается дальше вот боковыми стенками. Вот на данный момент, после сборки в шаблоне происходит... То есть это уже после шаблона такая, да? После шаблона, да. Вытаскивается вот в таком вот виде. Варится до загратели, сваривается конструкция. После чего будут уже боковые стенки. И вот дожиги вторичные. А, то есть вторичный? Да, вторичный дожиг. Здесь же происходит сварка наших котлов. После чего они вывозят все сюда. И у нас есть участок опрессовки, где под давлением мы закачиваем воду, оставляем на определенное время, даем давление в два раза больше миннала, которое необходимо проводить. И смотрим, есть ли течет в данном виде. То есть проверку проводите, чтобы... Проверка проводится... Работала вот план? Да, два раза. Первый раз сначала, после сварки, ставится топка, здесь испытывается. После этого у нас происходит сварка защитной рубашки, то есть основного воздуха, скажем так. После этого покраска и заново опрессовывается. То есть два раза мы опрессовываем на печь. Если где-то выявляется что-то, соответственно возвращается и дальше все исправляется. Здесь уже готовы и покрашены, получается, после сварки? Это уже продукция, которая будет сейчас долгом плитовываться, кожухом, термометром, полностью проверяться и упаковываться. То есть здесь он опрессованный уже, правильно? То есть опрессовку его прошли? Да, это котлы, которые уже прошли опрессовку. Вот, допустим, частично подготовленный аппарат, которым осталось клеить шнур, уложить в плиту и накрыть крышкой верхней. Вот в таком вот виде он будет дальше. Здесь вставляется комфорта. И дальше все это укомплектовывается колосниками, кочережечкой с оттом и упаковывается. То есть это одного типа, просто еще там не доставлены? То есть они подготовлены, сейчас туда будут укомплектовываться и упаковываться. Здесь будут на этом устанавливаться точно такие же боковые панели. Прикручиваются верхняя крышка, клипы и так далее. Опять же, чем мы, скажем так, хороши наши котлы, это мы сделали с обоих сторон подключение. Направо-налево, если надо заглушить, да? Да, да. То есть идет заглушка в комплекте. Человек, приобретая котел, уже сам определяет с левой, либо с правой стороны. Он подключает систему отопления, а с другой стороны заглушает. И обратка тоже снизу есть? И обратка, соответственно. То есть здесь, вот в этом плане, это не левый, не правый, а именно универсальный котел, который можно использовать в любом месте. Можно подключить. Но это дает возможность, да, как раз быть универсальным? Быть универсальным, совершенно верно. Сергей, рубашка идет полностью по всему периметру, правильно? Только передняя часть без воды? Да. То есть котел полностью в рубашке водяной? Сейчас мы посмотрим, где эта продукция дальше шлифуется, собирается и перемещается на малярку, на которую происходит нанесение лакокрасочного покрытия. То есть сборка не вся в первом цехе производится? Еще здесь, так скажем, да собирается? Нет, не вся. Здесь происходит спутировка на некоторые виды изделия, шлифовка вся производится вот на этом участке и покраска. Здесь мы уже шлифуем, получается, доводим швы, да? Да, после сварки продукция передается на этот участок. Здесь с помощью шлифовальной машины мы удаляем брызги, удаляем различный налет, заусенцы на трубах. Готовим изделия, покраска. Здесь участок, на котором происходит пупировка каминных печей, каминов. Здесь устанавливаются двери. И также самое, по месту, подшлифовывают брызги, сварку различные заусенцы, после чего опять же теперь отправляется в покрасочную камеру. Здесь происходит установка шамотного кирпича, установка дверей. И упадет полностью, идет пупировка. То есть он уже нарезан, да, получается? Да, здесь уже подготовлено по размеру кирпич. Дно мы уже зафутировали, днище. Соответственно, дальше это будет все укладываться. Отстает он без раствора, просто на тухую? Без раствора. То, что, ну, не заваливаются? Все, все кирпичи подгоняются очень плотно, без зазоров. Сейчас мы в малярной. Здесь вы полностью украшите всю продукцию, правильно? Елки, детали подвешиваются в специальные подвесы, либо устанавливаются на полочки, печи завозятся на палетах, устанавливаются в камере, и происходит их окрашивание. Краска термостойкая? Краска термостойкая, до 750 градусов. удерживает температуру. После естественного высыхания на отлив продукция перемещается на участок упаковки, где она досыхает, и уже дальше уплекуется плиткой, если необходимо, полосниками упаковывается, проверяется отыта и отправляется на отлив. Мы находимся на участке упаковки металлических вещей, каминов, каминных топов. То есть, тут уже вы собираетесь, стекло, я как понял, да, здесь... Здесь окончательно, да, окончательно комплектуется колосниковой решеткой. Это гарантийный, да? Это, да, инструкция к печи. Устанавливается плитка декоративная, защищаются двери со стеклами от удара, проверяется окончательно контролером ОТК, после чего происходит упаковка и отгрузка. То есть, уже готовите на отгрузку? Сейчас мы перешли в другое помещение, в другой цех. Здесь уже производится сборка чугунных изделий. Чугунных банных печей, отопительных печей. Здесь у нас происходит установка на тоннели, установка дверей в тоннель, подготовка к покраске, перемещается дальше в свою покрасочную камеру. Собирается все на болтовые соединения, болтовые и винтовые. Проклеивается кормостойким шнуром с герметиком. Под каждой деталью идет шнур. Сейчас мы можем это посмотреть. Вот у нас идет шип плюс паз. То есть, вот сюда вкладывается шнур с герметиком, второй половинкой накрывается. То есть, сам ответный, он получается, так же прижимает его, правильно? Да, совершенно верно. То есть, устанавливается дно, нижнюю часть. Дальше устанавливается верхнюю часть через шнур. Засверливается и на винтовых соединениях вот на этих происходит сборка, да? То есть, продымливания в печах нет? Продымливания нет, там идет термостойкий шнур, через герметик и плотно соединяется. Ясно. Получается, дальше уже, наверное, собирается кожух, не кожух, а... Сетки отдельно собираются, также отдельно заводится в покрасочную камеру. И уже на упаковке, на этапе упаковки, сетка одевается на печь и упаковывается. Участок упаковки, где поставляется продукция с покрасочной камеры, сюда же приносятся сетки, кожуха. Здесь наши печи также устанавливают колосники, зубы вкладывают, проверяется ОТК на наличие дефектов. После чего это все упаковывается и дальше огружается. Сейчас готовится продукция под упаковку термоусадочной пленкой. Сначала все подготовили, потом разом... Потом уже, да, разом накидываются и оплавляются, и пристреливаются ленты. Это участок производства сезонных металлических дверей. Здесь происходит сборка, слеповка, покраска, проклейка и упаковка. Вся продукция визуви комплектуется только дверьми визуви, которые производятся на этом участке. Соответственно, на этой территории у нас также две смены, трогательный коллектив, который это все и производит. Часть продукции идет на нашу печи, часть идет на продажу. Ну, то есть зерка есть как для печи, так и взрослая зерна, так и взрослая зерна? Да, упаковываются в индивидуальные коробки и дальше уже загружается наш покупатель. Здесь тоже самое термостойка краска, у нас своя покрасочная камера для участки отдельных, да. Здесь же производят, упаковывают сезонные плиты. Это казанная, большие казанная плита? Да, казанная плита, да. Двери у нас тут различные, порядка 30 наименований. Показывальные, очистные, каминные, металлические, порядка даже более 30 наименований. После покраски сюда перемещаются изделия наши, и где происходит установка шнура и вклеивание наших стеклов. После этого этапа, либо мы перемещаем готовую продукцию на склад печи, откуда эта продукция потом берется и устанавливается на нашу продукцию, либо же перемещаются на участок упаковки, где это упаковывается в индивидуальные коробки. Субтитры создавал DimaTorzok